Не знаю, почему люди это скрывают, по мне это нормально. Сегодня чемпионат по Counter-Strike, по League of Legends или Dota собирает больше людей, чем какой-нибудь американский футбол. И вообще сейчас геймер, как футболисты, только играет лучше. Играя профессионально в Dota, я могу себе позволить, наверное, все. Так что, гоу-пати сегодня вечером. Мне осталась одна забава, и о ней я давно уже знал. Зал взорвется криками «Браво!», ведь сегодня нас ждет финал! Добро пожаловать на ВТБ-арену! Третий финальный день Эпицентра Москва 2017 по Dota 2 начинается. Меня зовут Павел Занозин, и, конечно же, мы не забываем о благодарности нашим партнерам. Генеральный партнер турнира Эпицентр, мобильный оператор Йота. Партнер турнира Эпицентр, сеть магазинов электроники и бытовой техники Медиамаркт. Партнер турнира LG Electronics, игра не игра без ультра-уайт. Asus Republic of Gamers, лидеры на рынке решений для геймеров. И, конечно, отдельное спасибо организаторам турнира Эпик eSports Events. Сегодня нас ждет насыщенная программа. Финал Evil Genesis против Team Liquid. Это будет супер-битва. До этого конкурс косплея с призовым фондом в 200 тысяч рублей. Ну и прямо сейчас потрясающий матч. Схватка двух гигантов, двух удивительных команд, которые разыграют между собой... Нет, не вот этот кубок. Сейчас мы увидим приз, который разыграют два участника нашего шоу-матча. Он настолько же крут, как этот кубок, а выглядит, может быть, даже еще лучше. Освобождаем постамент. Барабанная дробь. Балалайка! Ну что ж, понятно, что все это немножко в шутливой форме, но мы, конечно же, будем болеть за участников нашего шоу-матча от души. И первыми на эту сцену выходят чемпионы мира и всех материков. Филер Пик! Барабанная дробь. Фонд. Фонд. Майорлени Винтер Ордж Ветераны Доты, чемпионы всех соревнований на планете Земля, КБУ! Ветераны Доты, чемпионы всех соревнований на планете Земля, КБУ! Ветераны Доты, чемпионы всех соревнований на планете Земля, КБУ! Ветераны Доты, чемпионы всех соревнований на планете Земля, КБУ! Ветераны Доты, чемпионы всех соревнований на планете Земля, КБУ! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, когда он играл за ММ, старый добрый... Кстати, вот двух людей-то нам не представили, но они стоят за спинами у команды КБУ. Это небезызвестные два товарища. Ну, Ваня, я так понимаю, менеджер и идейный вдохновитель. Да, да, да. А Смайл, тренер по армрестлингу. Я не понимаю, что значит это роль. Мне кажется, что каждая команда сейчас должна обзавестись после этого матча тренером по армрестлингу, потому что это добавляет как-то... Да, если есть, значит, это важно, мне кажется. Ну, на самом деле нет, но ладно. На самом деле Смайл очень плохо в армрестлинге и проигрывает даже у Дредда, но, видимо, поэтому его взяли в команду. Ну, на какую-то роль надо взять, правильно? Видимо, по игровым... Поднять мораль перед игрой себе. Поднять мораль перед игрой. Ну, второй пик будет у команды из... Команды филер пик, у команды КБУ будет ферст пик. Кинули монетку, да, уже? Не-не-не, кинули монетку, я вижу, что выбрали сторону. Радиант. Сох выбрал. Сох выбрал Радиант. Угу, Радиант. Да, я даже знаю, почему, я даже знаю, почему, да. Они собираются... Мы уже можем говорить, они уже нас не слышат, в принципе. А хотя не, они же на сцене сидят, так что... КБУ... Как человек, который успел побывать на сцене, скажу, что иногда, иногда можно что-то услышать, если сконцентрироваться полностью на этом и снять наушники. Господа, игроки КБУ, пожалуйста, оденьте наушники, а то мы сейчас вам... Саша, надень наушники, мы тебя видим, ты будешь подслушивать нас. Саша, не смотри на нас, одень наушники. Шавель. Это Саша, он доволен. Саша, к сожалению, не в футболке КБУ. Я думаю, что его оштрафуют после этого матча, потому что каждый игрок обязательно должен носить форму, спонсора, это очень важно. Но, видимо, у Саши другие спонсоры, как мы можем в футболке играть. Шавель номер пять? Да? Знаменитый. Знаменитый Шавель номер пять. Ну, он, наверное, отдал свою футболку какой-то самой преданной фанатке, скорее всего, перед матчем, так как он самый добрый игрок команды КБУ. Мы видели по видео, он будет всех любить, сейчас всю игру всех любить просто будет. Ну, во время пика, я думаю, мы себе позволим говорить, что хотим. Начался пик уже, я думаю, что сейчас сразу все карты мы раскроем. Ну, подожди, сейчас первый бан, и мы все поймем. Все, баны пошли, теперь можно раскрывать все карты. Так, а за Радиант у нас играет команда без плохих людей. Качество, безопасность и что там еще? Уверенность. Это лозунги команды. А название просто КБУ, никто не знает, что это значит. Как ОДЖИ? Как ОДЖИ, да. Как ОДЖИ, только КБУ. Окей, у нас в бан отправляется коттел и дерево, и нет, за банен главный персонаж, вокруг которого будет строиться стратегия КБУ, и это? Кто же это? Ну, я же думаю, это ПУДЖИ! Сейчас где-то один Дэнди улыбнулся. Ну, на самом деле, я угрожал ребятам из КБУ, что забанят Паджика, потому что, если бы кто-то зашел в датабаф и посмотрел профайлы Мейта, он бы увидел, что там... Ну, ты знаешь, баны не выглядят как шоу-матч. То есть, баны вполне такие метовые, рассчитанные на серьезную игру. Да, я уверен, что противники отвелись не к КБУ, а к какой-то другой команде, видимо, которая участвует в турнире еще. Винтер вчера заходил к нам в трактис и очень слезно просил реплеи КБУ, то есть много праков было сыграно здесь. С КБУ? Ну, конечно. Да, мы с ними тренируемся постоянно. Ну, это хороший противник, действительно. И баны, действительно, против КБУ, да? Да. Слушай, ну, очень дерзко отвечают филер-пик команда Бристалбэк-Никс. Это такой опенинг довольно серьезный в этой мете. Быстрые, быстрые пики. Ну, вот как ты представляешь, как вот убить Бристалбэка Пуджом? Вот что нужно сделать? Пуджом, чтобы умер Бристалбэк. Бежит он такой на тебя с Вангвардом. Ну, Блэйдмейл Рефрэшер, я не знаю еще что. Блэйдмейл Рефрэшер – это серьезная комбинация артефактов, многие стремятся к ней. Работает весело, самое главное. В общем, ключевой герой стратегии КБУ – это Андерлорд. Что умеет делать Андерлорд? Он умеет телепортироваться на юнита или здание какое-то на всю карту и брать с собой своих братишек всех. Собственно, на этом стратегия и будет сосредоточена. У ребят есть четкий план. Нужно отключить бэкдор протекшн, завести какого-либо юнита. Возможно, это будет Птичка Визажа или Волк Люкантропа, какой-то с ОМОН на базу. Куда-то влез на базу и туда ты пашешься толпой и через бэкдор протекшн. Туда прилететь всей бригадой и начинать, значит, немножечко подъедать все эти дела. Слушай, ну, а как, просто тавр бить? А может они будут, я думал, вот эти фишки НЕС, вот эту тележку бафать? Не, ну тут уже нечем бафать. Не, ну, конечно, единственный промах команды КБУ пока что, чтобы завести крипа какого-то за тир-3, нужно снести тир-1 и тир-2. Наверное, самая сложная задача. Да, об этом ребята не подумали, кстати. Но крипа завести уже есть чем, то есть Пуч сможет хукануть куда-то в лес своего крипа и тем самым он отключит бэкдор протекшн, если он будет под базой. В общем, пока все идет по плану. Слушай, но есть же еще важный момент. Ундерлорду нужно взять шестой уровень, как бы это что же? Нет, синергия в харде на самом деле Пуч и Ундерлорд, ну, хотел бы сказать, что присутствует, но, по-моему, она полностью отсутствует. Видел я небольшой изъян на стадии планирования, когда мы обсуждали эту стратегию, что ребята очень здорово отыграют мид-гейм и лейт-гейм, я не сомневаюсь. Тут все расписано по минутам, каждый знает свою роль, варды обговорены, контроль рун, все четко. Но вот на лейнинге будут проблемы, вот уверен, я буду. Надо поддержать ребят первые 10 минут. Ну, я уверен, что поддержка в зале-то у них будет, но уже сами парни обращались, собственно, к публике и говорили о том, что, ребят, вам нужно поддерживать также и соперника из Фидерпик, потому что они здесь... Боже, а Дроу Рейнджер там была в плане раз? Дроу Рейнджер, Визаж, да, да, все идет по плану. Пока что все идет по плану. Кто из них на Визаже умеет играть? Никита, что ли? А вы думаете, Лилл просто так пропал со второго сессии? Сейчас кто-то снимет маску. А там появляется Билл. Это было бы довольно весело, но я думаю, наши бы коллеги обиделись, скорее всего. Очень важный момент. Команда встали все вместе с капитаном и пикают без наушников. Поэтому они нас слышат, мы можем передать привет или посоветовать что-то. Здорово, парни. Я вам советую не проиграть лейнинг, ребят, это будет сложно вашим пиком. Будем болеть. Так, ну что, вот он, Даззл появляется. Ну, тут все понятно. Тут, в принципе, хороший пик. Даззл, Бристл, Бэк. Джаггернаут. Великолепный пик. Вполне игровой. Ну, тут все понятно. Чем закрывать будет? Что в миде? Так, надо прикинуть, что же будет в миде. Великолепный плакат. Вообще, стратегия была ориентирована на этих четырех героев. То есть, что будет в миде, это не важно. В этом, как бы, вся суть пика. Что уже ребята подберут героя, исходя из всех героев врага. Ну, в миде вот парень в белой футболке будет играть. Спонсором которого является Щавель номер пять. И это известный мидер. Очень много он матчей сыграл в миде. Александр Хвоздушкевич. Он невероятно опытен. Я знаю, что Саша часто попадается в матчмейкинги с Вовой. Они очень хорошо ладят, обмениваются опытом. Вован наставляет, Александра в миде. Хорошая синергия у них. И этот опыт ему пригодится. Поскольку, если мы посмотрим на лайнинг команды КБУ. Ну, я бы сказал, Тракса Визаж не самая легкая линия на этой земле. Приходится постараться. Андерлор тоже сейчас не самый сильный хардлайнер. Его, ну, можно попытаться загнобить. Даже Дреда можно. Ну, поэтому я считаю, что опыт Вова сейчас ему очень сильно поможет. Потому что кому-то нужно будет солить. Отличный плакат, кстати, у ребят. Беликолепный, действительно, плакат. На все случаи жизни, скажем так. Слушайте, ну вот смотрю на баны, как будто финал Интернашнала. Потом смотрю на пики и понимаю, что что-то здесь не так. Нет, ну, подожди. Если левую часть экрана закрыть, в принципе, довольно неплохо все выглядит. Но вот справа, слева как раз появляется интересный пик. Слушай, ну, пик очень серьезный у филер пиков. Смотри, смотри, что происходит. Смотри. Армрессинг может. Три кулачки или что. Что это происходит? Вот она команда Кобыл. Что они банан делят, стоят просто все вместе. Это серьезный боевой клич. Это реально серьезный боевой клич. Наверное, покруче, чем старый вот этот навишный. Скажем тупо, мы не будем его повторять. Но я впервые вижу... Вижу цель, не вижу препятствий. И ты про него? Я впервые вижу, когда вот этот клич, еще когда пики не закончились, они уже, знаешь. О, еще пятый пак взлетает. О-о-о. Ну, пак хорош здесь. Мист будет играть на паке. Ну, пик, конечно, у филлер пиков сказочный. Бристалбека убить под хилом, под грейвом. Палка джаггернаута будет лечить очень-очень тяжело. Ну, Леш, ну ты же сказал, что по плану тут Бристалбека бить не надо. Тут надо бить здания. Ну, в принципе, тут есть момент. Бристалбек может бить тебя, пока ты будешь бить здания. Это минус. Это серьезный минус. По героям. Я так понимаю, на паджике будет играть Митяй. А Underlord это для Дредда. Дроуренджер, кто у нас на керре играет? Форсешка, наверное. Нет, Форс будет играть на саппорте. Форс на визаже будет играть. Ну, самый рукавский из них. И на мейт получается керри. Нет, и мейт пунш точно. Получается Дредд на керри. А НС, НС. Все-все-все-все. Сочный капитан на керри. Ну, и пак Байхвост. Ну, это ошибка, я считаю. Нет, нет. Ошибка, что НС, как самый опытный и великий саппорт в прошлом, он должен ставить ворды. Это то, что он делал лучше всех в свое время. Лучше всех. И это большой, конечно, прокол команды КБУ. Ну, что ж, Драгонайт там заканчивает свой драфт. Филлер пик. Годз будет играть на Драгонайте. Пурж на Даззле. Мерлини на Джигернауте. Там тоже все интересно. Пурж, Даззл, Годзл. Ух ты ж, блин. Фогет на Никсе. Вот он, чудесный приз. Это лучше любого кубка. Настоящая балалайка сегодня достанется победителю этого невероятного шоу-матча. Наша чудесная студия аналитики на этом заканчивает свой анализ. Перемещается в зал болеть за ребят. Да, мы сейчас переходим в зал. И мы переходим в зал к двум лучшим комментаторам в истории всего существования. Киберспорта, спорта, вообще всего. Это люди, которых вы хорошо знаете. Это люди, которые комментируют доту с 2004 года. И сейчас они подарят вам невероятные эмоции, невероятное настроение. Итак, невероятный шоу-матч. Самый крутой шоу-матч в истории будет комментировать Дэнди и Резолюшн. Вам слово, господа. Всем привет, ВТБ-арена! Клёвые парни и крутые чики! Хайпанем немножечко! А мы с Ромкой, пожалуй, помолчим немножечко. Ну что ж, с вами сегодня Дэнди. И Рома Резолюшн. И сегодня мы постараемся прокомментировать для вас этот великолепный шоу-матч, в котором будет играть команда КБУ против команды... Филлер Пикс. Поехали! С самого начала начинается жестокая борьба. Посмотри на это, уже ребята в смоке куда-то бегут. Что они придумали? Сок. Ярослава Нес Кузнецова играет на керри у нас. Александр Хвоздашкевич, победитель Интернейшнл, ребята! Похлопайте ему, пожалуйста! Дредд! Андрей Голубев, Дредд! Наш любимчик! Играет на Андерлорде. Ну и Инмейд на Пуджике. Даня его очень любит. Я очень надеюсь, что он меня позорит, моего Пуджа! Играет на Суппорте у нас на Визадже. Будет контролить, микроконтроль показывает 7000 ММР игрок. Пудж играет на Дазлике. Мерлини, который вышел почему-то в роли Винтера у нас на сцену. Он играет на Джиггернауте. В миде, прошу заметить. Винтер слэш Айс 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 играет у нас на Бристлбеке. Ребята, похлопайте нам, нашим зарубежным друзьям, пожалуйста! Фогет! Годс играет у нас на Драгонайте. На Суппорте. Соответственно, мы можем увидеть уже начальную расстановку вардов. Очень интересный замысел. Очень глубокий варды у команды Reddent. Ребята очень сайлово играют. Разбирают руны и спокойненько бегут на линии. Например, с Сашей мы провели некий диалог. Я немножко его натренировал. Я рассказал ему, как никогда не проигрывать линию и даже иногда немножко ее выигрывать. Да, это советы от великолепного супермидера. Ребята, берите на заметку. Я жду, когда Саша сможет добить четырех крипов. Игра идет ровно. Ничего не происходит. Ну что ж, посмотрим, как они будут воплощать эту великолепную стратегию. Потому что мы общались перед играми и они сказали, что у нас есть заготовка. Вот, нападение идет на... Какое нападение, ой-ой-ой-ой-ой. Какая же хорошая... Ладно. Посмотрим. Они говорили, что они будут делать что-то невероятно крутое и показать фишки от NS. И посмотрим, как это все будет в деле. КБУ. Ну что ж, пока ничего интересного не происходит. Ни одна команда, ни другая не имеет никакого потенциала. Сашка вырвался вперед. Шесть крипов против шести. Семь против шести. О боже мой. Как же серьезно он разыгрывает эту ситуацию. Тут очень сложный матчап. Драгонайту что-то сложно сделать. Но я верю в то, что мои лекции прошли недаром. Все происходит четенько. Красивые восхиты. Рейнжовых крипов. Денай рейнжовых. Как же это важно, да? Ой-ой-ой, Сашка. Сашка знает. Тем временем сок на легкой линии набирает сочный Magic Wand. Уже 9 зарядов. Двух крипов всего лишь имеет сок. Не получается у него носкидить крипочков. У Дровки очень сложная анимация атаки. Его можно понять. Его можно поддержать. Ты как Керри, я думаю, вполне осознаешь, что не все так просто. Ты знаешь, Ромка, так приятно сидеть здесь и осознавать, что ты уже в финале и просто ждешь, когда батьки доиграют в шоу-матч. Да. Какой хул от инмейта. Что ты можешь сказать вообще об этих игроках, Дань? Ну, инмейт молодец. Правда, я считаю, что, наверное, он займет последнее место в группе. Я, конечно, не уверен, но все может быть так. Какая интересная здесь борьба. Вы видели, как Форс ворвался на вражескую баунти руну. Дазл немножечко опоздал на 30 секунд и вот. Ой, какой хул от инмейта. Сашка уворачивается от нюкса. Какой файшик. Сразу видно на тренированный баг. Он бежит. Это победитель Интернешнл. Между прочим. Между прочим. Так, ну что. Фоггит с дабл деммажем напрягает Форса. Фоггит сапогом Форс без. Это подкоп. Продолжение. Удар. Удар. Еще удар. И это Фёсблат! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Что сейчас произошло? Причем это от Фогги, да? Запись. Но тем временем Сок вырывается вперед. НС добивает. Все больше крипов. Он уже обогнал Бресла почти. Все идет неплохо. Сапожуля есть. На миде! Боже, ну Сашка радует глаз! Это невероятно. На два дына и обгоняет ДК. Круто. Но пока ничего не происходит. Ребята все спокойненько стоят. Очень крутая ротация была от нюкса Ассасина. Через всю карту. Да. Получили Ферсблат. Ну давай же, Мэй, ты сможешь! Оооо, боже! Что происходит? Они развиваются, они умирают! Оооо, как сочно, Виндер! Трипл килл. Нет, 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 нет! Не должен отсюда уходить. Да, да! Не должен. Да бей! Мана не хватает. Хорошо. Последний тик. Ребята, мне кажется, ребятам из КБУ нужна поддержка. Да. Ребята, поддержите, пожалуйста, команду КБУ. Они не справляются. Ну что, как сказали аналитики, им главное не проиграть линии, и вот какая-то нижняя линия у них слабенько получается. Ты знаешь, возможно, это внедрение всех тех самых фишек, и они просто немножко дают преимущество врага, а потом его сочно собирают. Выход от инмейта! А какая ротация на верхнюю линию? Дрэп почти попадает первым скулом! Будет ли хук? Будет ли хук? Хука не будет. Ах! Ну я думаю, тут сложно будет кого-то убить. У одного Карапаса, у другого вертушечка. Да, на самом деле не знаю, почему имейт здесь, и что он здесь забыл, потому что ему действительно убить кого-то очень сложно. Он ворует экспириенс и напрягает врага своим присутствием. Сашка! Как приятно опять увидеть! Посмотри, как он микроконтролит на линии! Бам! Арбом добил! Увернулся от брифайера! Почти. Как вообще матчап, пак против ДК? Пак против ДК, он примерно равный матчап. Я думаю, это больше зависит от рун, которые игроки могут собрать. То есть, если кто-то возьмет там дабл дэмэдж, реген, он может за счет этого потом выигрывать по регену. А так, примерно равный матчап. Ну, соответственно, они примерно равный стед, но Сашка на три крипа опережает! Молодчага! Смотри, сейчас на четыре. Еще. На четыре! Заметь, на четыре! Ну, скоро начнутся какие-то ротации, потому что уже появляются шестые уровни у наших героев. Да, я думаю, должны гонгануть либо к ДК, либо к паку сейчас команды и прийти в смоке. Джиггернаут уже тоже почти шестовал. Ой, ребята, сейчас начнется мясо. Сейчас начнется Рубила. Либо Сашка должен делать ТП. Посмотри, Энвейд пытается своровать руну. Ох, Фоггет испугался ее забирать. Руна сворована. Сашка берет иллюзию. Посмотри, какой развод! Развод на иллюзию! Как тебе этот вопрос? Виламейд хук, эхук, эхук, дисгейм. Good question. 23 человека. А кто эти люди? Кто голосует? Твич. Твич. Понял. Ну что, Сашка идет на ганг, он разводится иллюзией. А можно проголосовать за Na'Vi в финале? Вдруг такое голосование есть? Мы бы поиграли. Собственно, пока ничего не происходит. Пак попытался, Хвост попытался сделать ротацию на нижнюю линию. Но там стоит вард у дайеров. И теперь смотри, ребята прокрадываются там. Ой-ой-ой, какой смог! Какой интересный смог! А я все спалил-то уже! Я так громко комментирую! Ребята в смаке подходит! И Форс все равно остается здесь. Форс пытается убежать! Подкопят! Сейчас будет прокил! Ой, Форс потихоньку убегает! И 4-0! О-ой! Ну пока полнейшая доминация от команды филлер пик. Я не знаю, смогут ли вообще хоть что-то предоставить против этого команда КБУ. Хотел сказать то же самое, но забыл название команды. А там сверху видно, Даня. Ну все, ганг идет! Ганг идет на ДК! Смотрим! Смотрим! Справится они со своей злащей! О, какой ultimate заранее! Подцепил! Заранее! Сашка, нет, Сашечка! Хорошо! Какой хуй! Красиво сыграно! Это великолепно! Но посмотри, как ровно ребята стояли до этого! ДК и ПАК! У них просто по 50 крипов у каждого! Но, правда, теперь нет ворса, конечно. Полторы тысячи лидирует команда Дайер. Играя все же, идет очень спокойно. Никто не давит никакие линии. Пока не играют они за объективы. Потихонечку. Набирают киллы. Посмотри, там какая-то заруба на нижней линии. На нижней руне. Ой, Сашка, Сашка задоржит или нет? Нет, он сможет идти. Он пытается убить курицу. Оооо! Он может сделать байбэк! Это не сделал. Мог бы сделать байбэк, кстати, и убить курицу. Но это, конечно, было бы. С4. Или RT. RT. Форс, фор, залагал, залагал. Инмейт, смотри, кружит, кружит. Мерлиник кружит инмейт, он кружит мерлинии. Бей его! Бей его! Бей его! Да нет, они не убивают его. Очень сложно, по-моему, что-то сделать. Смотри, ДК пушит ПК центральную линию. Будут ли они дефить центральную линию? Посмотри, как она просаживается. Ребятки, ооо, телепортация пака. Сашка такому не позволит случиться. Орб. Напрягает его так, где Сайланса. Пока всё чётенько. Но я вижу, что на Сашке вся эта игра будет держаться. Смотри, ты говорил, матча правный, но пак-то под дровкой стоит под аурой. Да, верно, пак под дровкой. Но всё равно ДК очень сложно напрячь. Если он берёт броню в 2, то у него очень много брони. Это 6 брони, плюс 6 брони, плюс 6 регена. Кто кого будет кушать в этой игре, скажи. По идее, дровка должна пушить. Но у них там ДК и бристлбэк. Дровка должна пушить. С другой стороны, нету какой-то помощи для пуша. То есть у них нет отхила и так далее. Если их как-то заспамят, то им будет тяжко пушить. Где вот эта стратегия, о которой они говорили? Где этот пул Эншентов на миде? Я вот тоже жду. Какие-то вырубленные леса. Почему её нет? Может быть, они на следующую карту оставили эту стратегию? Смотрим. Тут почти стак крипов. Инмейт это всё палит. У них замечательный вар стоит. И так, подходит ревелится смолк. Будет ли хук? Не будет. Будет. Они не убивают его. Они не убивают его. Главное размять и испугать. Что они здесь делают? Они пугают их. Вообще, сложный ответ, конечно, что их делают. Это какие-то, наверное, их замыселы, стратегии. Тем временем, сок. А именно Энэс не теряет время даром. И пол хп у вышки уже как не было. ДК забирает дабл дэмэдж. Ой, смотрите какой обход. Какой сделали скан. Толстого приства нашли. Просто вышки они здесь заберут, скорее всего. Будут ли дейфить пиллер пик? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Доконят ли кого-то? Смотрим, 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 смотрим. Сашка в леса. Хук. Будет ли хук? Будет ли хук или будет хуком? Скорее всего, Энэй тут погибает. Задынулся. Какой молодец. Красиво. Красиво, красиво. Нашли, просканили, просканили, что остался сок в лесу. Что вообще делают ребята из КБУ? Они пытаются сплитпушить. Как только ребята пошли вниз, они сделали телепорты в мид. Естественно. Времени не теряют. Ни секунды. Причем сделали реально 5 тп вниз. И низ, и мид будут пушиться сейчас. Тауэр падает, и они также прессуют и верхний тауэр. По позиционке они выигрывают пока. По позиционке они не выигрывают пока. Все очень грустно. Да. По флеймите игроков могут, а как в игре что-то показать, да? Итак, форса напрягает Винтер. А у него ботинка нету, да? И просто соло киллит его. Понятненько. Наверное, перенервничал, но бывает. С кем не бывает, правильно? Мы же с тобой понимаем, что означает перенервничать, да, немножко в игре? Мы прекрасно это понимаем. Сашка с Берлини дерется на миде. Там уже почти даггер намещается на 12-й минуте. Ну, я смотрю, у ребят из филлер пикс. Очень простая стратегия. Собираются в пятером. Идут. У них есть хилвард дазо, хилвард джокернаута, хилдазо. И они просто напрягают с формой ДК. Тем временем, смотри, даже Бристл стоит на легкой... Ой, тут нападение на инмейты. Бристл стоит на легкой и пармит. КБУ как-то пытается отбиться. Инмейт великолепный хук. Это пока не получается у инмейта хуки бросать в этой игре. Что же происходит? Что же происходит? Ребята, где экшен? Давайте нам больше экшена. Ой-ой-ой. Сашка увернулся от двух с магией одновременно. Непонятно, что происходит. Тауэр потеряли. Все равно идут драться. Это драка за престиж. Драка за престиж. И Сок, скорее всего, не уходит отсюда. Да. Финерпик, конечно, настроенный очень серьезно. Да, да. Балалайка отправляется не в русские руки. Думаю так. Но посмотрим. Возможно... У нас рекам смертей. Ох, как приятно видеть рекам смертей. Красиво. Пять смертей у визажа. Ай-яй-яй. Сашка уходит. Он просто разводит их по карте. Просто бегают друг за другом. Нападение на Дреда. Дредд такого не ожидал. Будут ли спасать Дредда? Сможет ли Дредд выжить? Очень жирный Дредд. Очень жирный Дредд. Уходит. А Мекку, Мекку прожми, Дредд. Дредд, где была Мека? Ай-яй-яй-яй-яй. Они нервничают, наверное, парни. Нервничают. На сцене играют. Да. Первый лан. Мы можем их понять. На сцене играем. Первый лан для такой команды. Ну, хотя бы они на сцене играют, Дань. Правильно? В отличие от некоторых. Правильно. Чему уже можно позавидовать. Ну что ж, продолжается свой пуш, филеопики. Забирают верхнюю вышку и с конец всего они пойдут дальше. Дирмейт Хук! Ооооооо! К сожалению, Курш делает просто grave тэп аут. А, взаимный тэп аут. Красиво, красиво. При чем он сделал не тэп аут на базу, а тэп аут на верх. Курш, понимаешь какой игрок? Сильно. Это сильно. И он уже с ребятами опушь лежит с базы. Опушь лежит, да. Но ничего, сейчас Форс может найти руну хосты на верхней линии. Все, решают отойти, пофармить еще немножечко. Никуда не спешат, очень грамотно действуют электрики. Никуда вообще не спешат. Интересный знак у Солринга, у Джиггернаута, кстати. Интересный, да, очень. Это для тебя билды, между прочим. Можно будет, да, позаюствовать. Форс красиво добивает, посмотри, как красиво он добивал крипов. О, хук! Смогут ли они его убить? Смогут ли они его убить? Хватит ли деметра? Где Грейп? Где Грейп? Красиво, Сашка цепляет! Это минус 2 в КБУ! Хорошо! Слушай, ну, дефитим, на самом деле, если хуки удаются у имейта, то дефитим становится легко. Нюкс Ассасин находит руну Хасты и бежит на ТОП! Что, смогут ли они кого-то здесь убить с Нюксом? Может быть. У него ведь где-то заканчивается, нужно ударить и убежать. Нэ! Нэ! Очень больно, что-то укусил за бочок. Так, в миде нападение планируется. Итак, будет ли это красиво киво или нет? Сайлент скуп! Сашка! Ай, там даггер УДК! Какой сейф! Вау! Сможет ли уйти Сашка? Вау, справа! На красных! О боже! Что происходит? Сашка! Очень-очень классно монсовал Сашка, но немножко не хватило ему. Если бы он остался, может, с Дредом смогу уйти. Как ты думаешь? Да. Да, но, видимо, не хватает немножко коммуникации, ребятам. Да, новая команда, еще не сыгранная, достаточно. Да, немножечко. Дайте ребятам сыграться, ребятам. Дайте времени, ребят. Времени немножечко. Как там КБУ переводится, Дань? Капуста, батон, улитка. Это? Да. Ну что, продолжает кушать филе пики. Опять. Будет ли фуг? Но Фогет уже ждет этот фуг. Нападает на Дреда. Пытается убить Дреда. Но он практически не уязвим. Будет ли чейс? Будет ли чейс? Какой ультимейт? Нет, что же вы делаете, ребята? Вы не можете, не можете просто с ними драться. Бегут за Дредом до конца, до конца. До конца гейминг. Инмейт тягает Дреда туда-сюда. Нападение от Сашки. Фогет ходит, смотри, он просто горит. Он горит. Ай-яй-яй-яй-яй, что сейчас произошло? Что сейчас произошло? И на верхней руне лежит дабл дэмэдж. Все разбежались. Сашка, на верхней руне лежит дабл дэмэдж. Но мы не будем, конечно... Мы не будем подсказывать игрокам. Там, между прочим, ничего не слышно на сцене. У них звуконепроницаемые кабинки. Наушники. Да. Кабинки. Ну что, должны сейчас пойти на Рошана, мне кажется, с этим дабл дэмэджем? Или будут фармить просто? Ты знаешь, сложная ситуация немножко у КБУ. Они вроде бы потеряли много вышек, но, заметь, они не так сильно проигрывают. В принципе, по вышкам там даже практически... Да нет, они даже лидируют по вышкам. Они компэкнули с четырех. Но, тем не менее, деньги проигруют. Ну, суппорты, видимо, они доигрывают у команды КБУ. Да, инмейт? Не стакают энчентов. Ай-яй-яй. Фоги дает великолепный вижен на Сока. А у ДК есть глинк! У ДК есть глинк! Что же сейчас будет? А сейчас будет то, что Сок читает ситуацию. Чего ждет ДК? Чего же ждет ДК? Оооо! Забирают. Неожиданный мув. Итак, на верхней руне лежит хоста. На верхней руне лежит хоста. Я прошу заметить. Собственно, неожиданно. На верхней руне хоста. Никуда выходит сюда, не уходит Форс. Хотя он может сделать ТП. Ой-ой-ой, разворот от города. Монсин на хосте. Он уворачивается, он кружится. Он просто ураган. Выдет в Заюзан Шрайн. Нет, лежит, скорее всего, не уйдет. Форс хочет обмануть его. Будет Форс-Таверна. И инмейт. Сделать ЛТП. Ой, какой же хороший стан от Покета. Какая же хорошая стяпка. Не оставляю пока шансов. Да, ребятки. Дазлик с паком что-то трется. Дредд. Дредд спит пушит внизу. Сразу же. Ребята, КБУ нужна поддержка. Пошумим, блин! Как по нему немножечко? Немножечко. Хотят какие-то движения сделать ребята из КБУ, но пока что... По-моему, идет игра вокруг Рошана сейчас немножечко. Ну и Джаггернаут уже напрягает нижнюю линию. О боже, поцепили Сашку. Сашка, выживет или не уйдет? Выживет или не уйдет? Он не может себе... Можно нажать. Да, там Карапасы нападают на Покета. Покета, пресс здесь. Айсайс забегает. Он слишком жирный. С ним невозможно драться. Слишком жирный. Это не Айсайсайс, это Винтер. Ой, какой хук. Ну а дальше? А дальше? Были ли что-то? Были ли продолжения? А дальше тяжко, тяжко ребятам драться. Мне кажется, сейчас нужно все драки абсолютно дожить в команде КБУ и просто пытаться максимально склитпушить. Посмотрите, джигернаут прям... Ой, какой хук. Хук один за одним просто сыпется. Понимаешь? Он еще не промазал ни одним за последнее время. Ну ладно, иммейт играет великолепно. Здесь я, конечно, не могу ничего сказать. Что происходит? Это драка. Все, корабль, все в артстайла. Иммейт. Ой, 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 костяшка толстой скотины. Не все погибают здесь, смотри. Камбэк. Ковля нультует, Дэнди уходит просто с ТП. У-у-у-у-у, Сашка. И Коэлл, Коэлл по Винтеру. Но, скорее всего, не смогут зацепить дальше. Убегает Винтер. Нечем больше зацепить. Ну, слушай, подайвили, подайвили. Смогут или нет? Отпустили. Ну, его практически невозможно убить. Пока нет Сильверейджи. Нету героев, которые этому способствуют. Каких-нибудь легион командеров, которые его разворачивают, или аксов. То есть он будет всегда подставлять свою спинку в бачок. Ну, отметь, вот хуки, какие залетают. Просто он один за одним, один за одним. Когда, да, враги и союзники стоят на месте. Сейчас, знаешь, новые стратегии у Пуджей есть в пабликах? Они собирают роду Фатус, да? Останавливают. Так, идет. Выход нас сочетован. Будет ли соло-кил? Будет ли соло-кил? Ярик, беги! Мы не подсказываем. И это разбор. Со всех сторон, смотри, и одни, и вторые. Какой же сейф от Реда получится или нет? Успеет ли проберстись? Успеет ли проберстись? Дред, какая же игра с Дредом? Лев, львиный! Мне кажется, это все фишечки. Все было продумано заранее. Ну, конечно, он говорит, я пойду спидпушить, и ты, если что, меня спасешь. На доверие, на доверие играют. Смотри, как хотят выиграть, да? Одни и другие. То есть, вроде как бы и фан игра, и все должны там экшен, драки, и туда-сюда. Но не тут-то было, все-то баловайку хотят. Конечно, конечно. Так, ну что, идут на Рошана. Будет ли драка на Рошане? Будут ли депить? Ты практически не подсказываешь, что все там происходит. Так они не слышат, у них наушники. Кабинки, кабинки. Ребята, там кто-то стучит по монстру. Мы ни в коем случае не болеем за наших, мы... Да. Какой крик. Забрали Рошана. Ну посмотри, нетворсы, то есть, всего 2000 разницы. Но Сашка на первом месте. Эх, не зря. У кого лейт посильнее? Не зря мы с ним общались, как бы, на тему медвейна. Не проигрывает ли длине? Так, что делает здесь Борс? Мастел Вардик ушел. Жаль, что этот Вардик сразу задевордят. Прям моментально, уже смотря Купина у Пуша. Ничего, это такое... Нападение на Годзе. Нападение Дэдмейта. Будет ли продолжение? А у них присылайте демоги. Мне кажется, немножко много брони у Драгон Найта. Ну всего... Будет ли ответочка? 8 плюс 15. Да, ну непонятно, чего хотели здесь КБУ от Драгон Найта. Ну, ты знаешь, бывает. Немножко не рассчитали. С 30... Сколько у него... Почему не увеличивается? Увеличивается еще. Увеличивается. Назу за ним и все такое. Да, но 17 брони у него. Понятно, чего хотели ребятам. Ну, с ДК обычно надо воевать магией. Магия у команды КБУ имеется. В виде пака. В виде андерворда. Там очень много срезать можно ему здоровья. Однако, ситуация не из простых у КБУ. Они могут выиграть реально какими-то серьезными фишками. Сплитпушем, обманкой. Хитростями. Будут ли брать доминатор и заводить крипа на базу? Или эту фишку уже пофиксили. Или 5 доминаторов. Изводить 5 крипов на базу. 5 катакульт. Под дровкой ауры. Ой, ой, ой. Сашка не ожидал этого. Какой же Сайлен залетел. Мы просто забыли подсказать. Отвлеклись с тобой на эти доминаторы. Да, не о том мы говорим. Не о том. Будь ли стан. И Дреда сюда не поймут. Но у него есть телепорт. У него есть телепорт. Дред заманивает, заманивает. Ну, смотри, еще птички есть. Упеет ли улететь? Мне кажется, они файлы там уже у них. Да. Он улетает отсюда. Ну, немножечко поковыряли в бачок. Да, по Нетворсам, конечно, уже все больше и больше беда. Еще, смотри, чуть-чуть подстакали тут анчинтов для Престалбека. Да, обязательно не запах. Мерлини нападает, стол на Пуарта. Сможет ли выжить? Он монсит. Монсит из игроков других. Не обратно, не на базу. Так, все равно хотят драться. Здесь КБУ нападают на Пуржа. Мне кажется, это очень плохая идея. Очень, очень плохая идея. А где команда? Почему они не помогают своему Дазу? Так, за кого ты болеешь, Роман? Я за красивую игру. Поддерживаю. Так, ну, идут дальше. Нападают на Винтера. Где команда? Будет ли помощь? Как же они ковыряют его в спину? Бейте его в спину, ребята! Хорошо, по спине, по спине его. Так, ну... Ой-ой-ой, какой фул! Сбили Оегис! Драко, драко все же продолжается. Престалбеку все еще живет. О боже, это 4 на 4. Разменяли суппорта на керри. И Оегис. Сашка развел. Ха-ха-ха! Так, ну и тред отсюда тоже не уходит. Нет, тред, не погибай! Боже, Саша не пушит! Борс отсюда. Филиппик! Просто давит, переезжает соперника. Посмотри, они прям уже на фонтан бегут. Ну что, падают в бараке. Падают в бараке. Все, отойти. И грамотно, видишь, очень дисциплинированно играют. Очень дисциплинированно. Да, ребята ведь были готовы. Видишь, как оно бывает? Вот вроде бы готов-готов, а тут раз, и морально что-то... Не можешь собраться, да? Ну ты понимаешь, о чем я говорю. Какое нападение на пуржа! Сашка сможет или нет? О, тот же сблыл! Блинкаут! Невероятно, Мансит! Посмотрите, на него три героя выживет или нет? У него линген сфера. Его сложно убить. Красиво разыграл. Он продолжает монтить. Сколько же спейса делает Александр? Александр сейчас еще и до зла убьет. Убьет или не убьет? Ульту! Сашка. Переиграл, переиграл. Вот эта черта между спейсом и фидом, она очень такая, знаешь... Четверочная. Жил до конца, умер как герой. Все верно. Да, есть всегда тонкая грань, с которой ты играешь. Если ты ее переступишь, ты погибаешь. Да. Так, ну что, Фогет продолжает бегать за фрагами. На этот раз находит Дреда. Дреда опять улетает. Ой, какой дэмэдж! Стазл под минус армором просто изничтожает. Что происходит? Почему? Почему так происходит? ДК уже третьего левела форма. У ребят не получается сплитпушить. Ребята, может, зарядим мораль у наших ребят. КБУши чек. Кто болеет за КБУ? А кто болеет за филлерпик? Видишь, даже такие есть. Все, пришел, стал спиной, говорил, пей меня. Ребята, сплитпушим, сплитпушим, мы не можем браться. Птичка сплитпушит снизу. Ну, хоть кто-то. Как же Сашка разводит, посмотри. Так приятно смотреть, да? Красивую игру на паке. Великолепно. Правда, играет он против Никса и Драгонайта. И Бристал Дека? Да, но развеет великолепно. Какой путь! Смогут ли? Мне кажется, да. Их просто переезжает над код. Нужно им дефить, конечно, нужно драться, нужно защищать свою базу. Отходят, отходят филиппики. Неожиданно. На месте филиппика, чтобы сделать игру интереснее, я бы сейчас выбросил вещей на 10 тысяч золота и разбил. Но они не такие. Они серьезно играют, они подождут следующего Рошана и пойдут уже с Аегисом на хайграунд. Не создают нам шоу, да? Дагончников, да? Да, какие-то размерные игры. Ай-яй-яй! Что сейчас произошло? Красиво. Ну, это тимплей. Игра устаканилась немножко. Все фармят пока. Набираются силы перед следующим пушем. Или, возможно, ждут Рошана. Команда филлерпик. Тем временем, КБУ пытаются сплитпушить и ищут возможности сделать пиков. Они видят, что враги... Ну, смотри, вот ИК сейчас есть Халберт, он может спокойно паку выбивать линку и станет. Поэтому Сашке нужно паку роднее немного действовать. Это все зависит от реакции. Вдруг? Ну... Это все миллисекунды, Даня. И так находят героя, но немножечко не попадают. Стоящего, стоящего, да, сложно. Тем не менее, Сашка нападает сверху, и они продолжают нападать на Фогета. Никакой реакции от команды филлерпик. И Фогет уходит вендетту. Так, ну смотри, нагло очень играют в КБУшечки, решают забрать тавер. Нет, КБУ молодцы, они сплитпушат, давят вышки, играют за обжективы. Ну, начали просто немножко поздно. Какие графики? Откройте нам, пожалуйста. Проигрывают он сколько? 13 тысяч? И просто идут пушить, понимаешь? Вообще, стальные... Стальные коки. Шары? Да. Тут Кримсон Гвард уже подъехал. Придка прожил форму, ребята собрались давить, они будут идти на Тир-3. И нужно сплитпушить команде КБУ, нужно сплитпушить. И кто, кто сплитпушит? Только Сашка сплитпушит. Где остальные, почти все на базе. Где размен бараками, размен тронами. Вот это все. Посмотри, какой толстый Бристол. Соларкрест, Кримсон, нападение, Жиггернал от ультует. Какой хук на Винтера, боже, что происходит? Байбэк от Энесса. Начинается борьба. Инмейт кого-то жрет. В это время, Сашка. Они просто не пробивные. Сашка сплитпушит. Да, они просто идут патрон. Сашка делает трон. Драка. Посмотри, как же они переезжают. Рэд тоже погибает. Никто не умирает. А они очень жирные. Это просто сквашной жир. Да. Не могут, не справляются уже. Не хватает деможи. Просто банально не хватает деможи команде Реггер. Прокасты постоянно идут. Постоянно под хилы идут от Даза тоже. Пытаются хоть кого-то покорябать. Да, ничего, конечно, не смогут сделать. Смогут, смогут. Надо верить. Нападают. Всегда можно пройдить чудо. Сейчас Кук под фонтан и все падет. Кук в таверне пока еще 10 секунд сидит. Посмотри, как же нагло играть. Сашка пытается что-то сделать. Сашка разбивает Хиллент Вард. Все четенькое. Буду ли цеплять. Буду ли цеплять. 10 секунд. Не могу. Разница в нетворцах. Посмотри, уже 20 тысяч лидирует команда Филлерпик. Рошан уже решился. Нашли Вард. Молодцы. Хорошо. Хитрик. Команда. Айнмейт уже ждет здесь. Смотри. Сейчас все ТП на крипа. И убить Бристаллбека. Но это будет next level move. Будет ли. Тем временем Годз и Пудж разбивают Шрайн. Суппорт и Перри команды Филлерпик. Хвост встречает Нюкса. Хвост Дизольву как бы уходит. Нет. Сашка, беги. Какой блинк. Четенько. Курица погибла. Ребята, главное не терять Веру. Если вы потеряете Веру, то тогда шансов не будет. И так же нужно и поддерживать в сложную минуту, ребят. Потому что как только Вера теряется, команда проигрывает. Ты совершенно правная. Шансы есть всегда. Посмотрите, Сильверенш уже на подходе. Осталось всего полторы тысячи напарать. Ну и еще два слота примерно. Ай-яй-яй. Пуржа в соло убивает Пуржа. Как это случилось? Наверное, пожадничал. Крепом зашел. Какой ультимейт от Мерлини? Хвост находит Пуржа. Сможет и Люднет убить. Прокаст. О, как сочно. А посмотри, Сашка, он по-моему в демэж собрался. Вы хотите, купил микроутаж? Он в Дизоль выходит, да. Но здесь уже выходит в базу. Ой-ой-ой. Сашка на верху. Пушат уже в нижней бараке. Что же происходит? Какая давка? Нет, ну, надо отдавать должное. Филерпик, это молодцы, конечно. Такая стратегия. Веселая. Веселая. Очень весело играем. Очень. Ну, ребята хотят выиграть. Зад, ради балалайки. Какое нападение на форса сможет ли уйти? Нет, но вызывает тищик перед смертью. НС, НС, кайтит и кайтит, как может. Вот, держите, какие на фонтану, эти очень важные парки. Промазал. Главное, чтобы ребята не поссорились. Ведь у них все очень пока идет нормально. Мне кажется, у них все еще впереди. Ну, хоть где-то. Так, идет хук. Нападает. Байбек от хвоста. Нападение. Сразу прыжок двоих. Пытаются пробить Дрэгонайта. Получится у них или нет? Смотри, сколько спонтан уже вносит. Грейб далеко. Пробивает. Убили Дрэгонайта. Ребята, это камбэк. А дальше? А дальше? Пытаются убить Бристалбека. Бристалбек. Могут ли убить кого-то еще? Ой, какой хук. Он уже красный. Не хватает Сильвереджа. Вот реально, был бы Сильвередж. Погет погибает тоже. Погет тоже убирает. Байбека ДК. Смотри, это чейльпит пошел. ДК стравлился уже сюда. Уже здесь. Убивает НС. НС, НС живет. Нет. Так, идут под фонтан уже. Будет ли хук под фонтан? Будет. Есть хук под фонтан. Гоза, сварили, держу. Все живут. Все побеждают. Стяжка. Все, все четверо попадают на Дорэп. Это не игра. Так, ну что. А мне слэшит пятерых героев в Мерлине. Бегает. Продолжает Бараке падать. Эх, ребята, ребята. Жил до конца. Один рейд Барак остался. Тоже погибает. Пытаются кого-то что-то сделать, но совершенно не хватает урона. Кровка в таверне. Имейт погибает. Держаться, держаться до последнего. Это все, что могут наши ребята. Достойно закончить игру. С Гадлайком бегает Мерлине уже. Кричалочки залетают. Надо отдать должное все же. Команда Филлер Пик просто переезжает. Переезжает команду КБУ. Посмотри, что делает Бристал. Он просто остался спиной на фонтане. Знаешь, как это обидно, когда так делают? Это все враги, да? Да. Представляешь? Ты рейсляешься на фонтане? Неуважение, я бы сказал, проявляют. Мерлине блинкается. Нападает на Инессу. Инесса уходит. Шэдлблейд. Пытаются сделать хоть что-то, ребята. Насыпают им горошко. Тут Бристал Байк просто уже не умирает. Скоро он стоит с кеной. О боже, посмотри. Посмотри на эту машину. Ему надо выложить Суэркрест. Вытирание пяти мужчин. Или как там эта фраза? Да, в общем, падает трон. Сашка уже встал за компьютер, ушел куда-то. Сашка, ты сражался! Ну как это, напишите. ГКП ГРАС. Поздравляем команду Филлер Пик с их великолепной победой.